Хавриил Романович Державин – величайший русский поэт 18-го столетия и один из самых крупных и оригинальных национальных поэтов вообще. Он родился в 1743 году в семье мелкопоместных казанских дворян и получил образование в городской гимназии. После школы Державин отправился в Петербург, где стал проходить военную службу гвардии солдатам. Покровителей у него не было, поэтому ему пришлось долго дослуживаться до офицерского чина. Когда в 1773 году началось Пугачёвское восстание, Державин был в отпуске в Казани. Там он привлёк к себе внимание власть имущих, написав для казанского дворянства речь с выражением преданности императрицы. Державин стал адъютантом генерала Бибикова и после подавления восстания получил повышение и имение в только что присоединённой Белоруссии. В 1777 году он вернулся в Петербург, поступил на гражданскую службу и только тогда начал серьёз заниматься поэтической деятельностью. Вскоре у неё сложилась твёрдая поэтическая репутация. К 1782 году она превратилась в громкую славу, когда одна за другой появились Фелица и знаменитая ода Бог. В Фелице Державин превознёс добродетели императрицы и сатирически изобразил пороки её главных придворных. Ода принесла ему благоволение Екатерины. Когда вскоре после её публикации Державин поссорился со своим начальником и был вынужден оставить службу, он немедленно получил более высокий пост Оланецкого губернатора. Но и там он поссорился с подчинёнными, а когда был переведён губернатором в Тамбов, поссорился снова. В 1792 году Державина назначили секретарём императрицы для приёма челобитных. Но и с ней он не ужился, и когда после её смерти новый государь Павел захотел сделать поэта своим секретарём, то тоже выяснил, что поладить с ним трудно. Последнюю попытку использовать великого поэта в чиновном аппарате сделал Александр I. В 1802 году он назначил Державина министром юстиции. Но либеральный дух, царивший среди сподвижников молодого императора, был старому поэту не понутру, ибо он был откровенным консерватором, и через год этот эксперимент закончился. В 1803 году Державин оставил службу и, чтобы спокойно наслаждаться жизнью, поселился в своём недавно приобретённом имении «Званка» в Новгородской губернии. Его широкое, эпикурийское, философически спокойное житьё в «Званке» с большим воодушевлением описано в одной из самых прелестных поэм его старости, которая называется «Евгению. Жизнь званская». Лирический гений Державина почти не выдыхался с годами. Он умер в 1816 году с пером в руке. Последние его строки – блистательные начальные стихи «Оды на тленность» – только что были записаны им на грифельной доске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова